И это очередная серия полного прохождения Кейнши. Если кто забыл, то в прошлой части я построил свой форпост, теперь можно вернуться к исследованию мира, но перед этим подпишитесь, чтобы не пропустить следующие части. Итак, хоть я уже и построил форпост в локации Пограничная зона, но рассказать и исследовать ее я как-то забыл. Помимо того, что это начальная локация при выборе некоторых предысторий, она также служит ничейной территорией между Королевством Шеком и Святой Нацией, при этом является относительно спокойным районом. Нападать на вас могут разве что отряды пыльных и голодных бандитов. Из того, что я уже показывал, это два города, Хаб и Сквинн. А теперь перейдем к остальным интересным местам. Для начала это база повстанцев. С виду это обычный бар. В нем, как обычно, есть торговец и несколько охранников. У торговца, кроме всякого барахла, можно бесплатно взять объявление о розыске преступника. В моем случае это красный бандит. Зеленоземец, мужчина. Страшный, как живоглот и пипец какой здоровый. Разыскивается за поджог, ограбление и вымогательство. Сейчас предположительно причиняют злодеяние забудшим путником на болотах, во главе красных сабель. Могу ошибаться, но я его убил во второй части, когда исследовал болото. Вторая бумажка, это руководство, где найти любого усмирителя. Это ребята, которые могут исправить ваши отношения с определенной фракцией. Ладно, идем дальше. Руины Святой Заставы. Сложно сказать, почему она находится именно здесь и почему разрушена, но когда-нибудь я все же расскажу вам про лор игры. А пока двигаемся дальше. В этот раз это башня пыльных бандитов. Стражу на входе я осторожно вырублю. А это кстати ответственность за состояние этой фракции. Просто король. Если его убить, то башня будет разрушена. Что ж, теперь самое время устроить резню. В башне особо ценного кроме арбалета ничего и нет. Лишь всякие вещи на продажу, еда и прочий хлам. Зато на третьем этаже я встретил заключенного в клетку уникального рекрута по имени Кот. Обычный гражданин Святой Нации, который уже очень давно находится в заточении. От скуки начал уже считать мух. У него редко получается с кем-то поговорить. Так что он засыпает меня вопросами. Расскажет, что нарядился в свою лучшую одежду и пошел на свидание. За что был принят пыльными бандитами зазнать и пойман с целью выкупа. Но никто за него так и не заплатил, потому что дворяне и не знают о его существовании. После диалога нужно его освободить и он присоединится к отряду. Я отправлю кота в свой форпост, а Крикс отправится дальше следовать локацию. Теперь это путевая станция, принадлежащая фракции тихоохотников. В ней есть магазин стройматериалов, магазин роботизированных протезов, ну и естественно бар с кроватями на втором этаже. В нем я встретил уникального рекрута по имени Штрих. Безумный Рой повернутый на строительстве стен. Постоянно думает о них. За 5000 можно нанять его. Как воин он достаточно слаб. Зато неплохой инженер. Так как это уникальный рекрут, то найму его для коллекции. Штрих тоже отправляется в форпост. Следующим мне попалось разрушенное маленькое селение. В зданиях валяется много стройматериалов. И последнее интересное место в локации это башня ниндзя черных драконов. Это те, которые приходили ко мне за налогом. Теперь можно сказать я пришел к ним за налогом. Резня. В этой башне, к сожалению, нету никаких уникальных рекрутов в клетке. Кстати, эти деревянные сандалии за 15 катов очень даже неплохи. Потому что они немного ускоряют скорость бега и скорость боя. Даже забавно, что их нашел только сейчас. В самой же башне, несмотря на то, что одна из двух глав фракции постоянно отправляет своих подданных на поиск сокровищ, из полезного смог найти только две древние книги, чертеж в Акидзасе и немного шаурмы. Я чуть не забыл расправиться с одной из двух глав фракции ниндзя черного дракона. Первый это парень по имени Бузан, а второй это Димак. Именно вторая мне и нужна. Потому что у нее есть клинок ниндзя качества мэйта, что делает его очень ценным, если не легендарным. Потому что во всей игре есть всего 29 различных экземпляров оружия мэйта. Так что нужно попробовать собрать их всех. Теперь локация полностью изучена. И можно вернуться к уже знакомой локации. Пустыня Стэн. Большинство интересных мест я в ней уже показал. Не изученными остались только какие-то непонятные руины на самом краю локации. И упавшая башня между гор. В нее можно даже заглянуть. Все остальные места я уже показывал. Так что локация наконец-то полностью изучена. И можно перейти к следующей. Паучьим равнинам. По сути это просто большое холмистое поле, заполненное кожаными пауками. Первой мне попалась разрушенная деревня берсерков. В том, что осталось от зданий сидят берсерки. На удивление они нейтральны ко мне. Хотя те берсерки, что я встречал на их острове были агрессивными. Но не суть. Следующим мне попался последний бой. Это крепость шеков поделенная на две локации, окруженная стенами. Или стенами. В основном, что на первой, что на второй части много разрушенных зданий и полицейских участков. Из интересного это магазин оружия ближнего боя. Магазин брони. И самое главное это конечно же бар. Заговорив с барменом, он узнает меня и угостит Грогом. Приятно. Но кроме торговли, у него можно попытаться узнать, что это за место. На все вопросы он будет отвечать односкладно и нехотя. Прям как ты, когда играешь в доту. У него также можно взять несколько объявлений о розыске. Первый это летящий бык. Его я уже убил позапрошлой части. Второй это рой по имени проповедник. В граве пол написано неопределенный. Хотя все встречаемые в игре рой являются мужского пола, за исключением королев. Описание. Глава растущего культа природы. Предположительно ответственного за исчезновение сотен путников в районе пустыни. Должен быть приведен в полицию живым. Для допроса. В пустыне находится в противоположной части мира. Так что я еще не скоро его встречу. И третий это хозяин жуков. Разыскивается за бандитизм, налет, массовое убийство, каннибализм, геноцид. Крайне опасен. Нападает не раздумывая. Предположительно контролирует армию пауков. Источник способности неизвестен. Мотивы неизвестны. Известное место обитания. Кратер Арах. Также написано, что он обладает большим количеством сокровищ. Что ж, нужно будет наведаться к нему в локацию Арах. Также в баре можно поговорить с воином, который уже нормально отвечает на вопросы. Оказывается, этот город является тем местом, где уже взрослые и старые шеки готовятся, чтобы вступить в последнюю схватку с хозяином жуков. Таким образом, они могут либо умереть в бою с сильным воином, либо убить его и доказать свою силу. В любом случае, шеки, как и ведьмаки, никогда не умирают от старости, сидя в своей постели. Попросив рассказать про хозяина жуков, шек ответит, что он трус, потому что прячется за своими жуками, которые считаются низшими из зверей. Хотя по характеристикам они сильнее большинства зверей и персонажей. Также можно спросить, как хозяину жуков удалось подчинить себе армию жуков. На что шек ответит, что все дело в науке, которую шекское королевство презирает. И когда этот воин станет достаточно стар и наступит его очеред сразиться с хозяином жуков, то он с удовольствием вынет сердце из его толстой мозговитой грудной клетки. Но вы поняли, знания шеков дальше сражения не распространяются. Что ж, теперь все стало более-менее понятно. Так что теперь можно отправиться к последнему интересному месту в локации. Это старая линия фронта. Она разрушена и у меня есть два варианта почему. Либо это из-за того, что она находится слишком близко к аратуру Арах, либо шеки просто перенесли линию фронта назад. А эту разрушили для получения стройматериалов. Теперь локация полностью излучена и можно отправляться в следующую. Сетка. Это безветренная небольшая территория с огромными шипастыми скалами и уютным и безжизненными полянами между ними. На карте отмечен только один саховой комплекс, который на деле оказался абсолютно пустым. Зато немного в стороне от него есть еще один комплекс, но уже с полезным лутом. И находится он вот здесь. На самом деле таких не отмеченных на карте комплексов даже два. И оба они с лутом. Второй находится вот здесь. С них у меня получалось злоутать протез правой руки серии КЛР. В общей сложности 7 инженерных исследований и 5 древних книг. Что весьма приятно, учитывая, что я мог пропустить эти цеха. Локация полностью излучена. Так что идем в следующую. Кратер. Это место является очень враждебной средой. Кишит клювастыми тварями, постоянно сражающими и поедающими болотных ящеров. Первой мне попалась древняя лаба. В ней не оказалось охранных пауков, так что я без труда смог забрать 8 древних книг и всякую технику. Следующей мне попались руины. Еще несколько клювастых тварей прицепилось. Кстати, с каждой особи можно собрать 6 шкур. 5 кусков сырого мяса и 12 кусков плохого сырого мяса. Которые могут есть только представители фракции Рой. Даже не представляю, почему большая половина мяса в них плохая. Ладно, следующими мне тоже попались руины. И еще одни руины. И еще одни, но уже последние руины в локации. Теперь она полностью изучена. Поэтому переходим к следующей. Шан. Район полностью заброшен. Хотя тут много различных построек. Вот и первая из них. Затерянная библиотека. Рядом с которой какое-то разрушенное здание. В самой же библиотеке мне удалось найти одну древнюю книгу, две обычных и множество старых документов. Следующими мне попались развалины арсенала. На месте которых валяются множество всяких строительных материалов и прочих вещей. Еще одна библиотека. Такая же, как и все предыдущие. На первом этаже полки с испорченными книгами и железный сундук. С чем-то более-менее полезным. На втором этаже множество ящиков с документами и небольшое количество обычных книг. В общем и целом ничего интересного. Идем дальше. Руины брошенного поселка. Причем жители явно занимались рыбалкой. Поэтому скорее всего жили здесь не шеки и не рои. Ладно, двигаемся дальше. Затопленные руины библиотеки. Ничего интересного. Еще одна затерянная библиотека. По старинке одна древняя книга, различные документы и несколько обычных книг. Следующим мне попался какой-то разрушенный поселок, в котором уцелело только одно здание. И знаете какое? Конечно же библиотека. Кроме того, в разрушенных зданиях валяются различные материалы, оружие и немного книг. А сам поселок заняли кровавые и кожаные пауки. Они скорее всего и послужили причиной разрушения. В самой же библиотеке все по-старому. И наконец-то затерянный арсенал. Внутри меня ждали охранные пауки. Из сценовой я смог найти только огромную доску и отличного качества боевой тесак. Остальное слишком посредственное. Идем дальше. И еще одна библиотека. Давайте я лучше вам анекдот расскажу. Значит плавают два инквизитора в бассейне. Один из них смотрит, с первым плавает на поверхности и спрашивает у второго. Ты кончил? А тот ему отвечает. Нет, пернул. Ладно, не важно. И последним интересным местом в локации оказалась древняя технолаба, что как бы намекает на отличный лут. На деле все даже лучше, чем я думал. Кроме достаточно большого количества охранных пауков, я смог найти в общей сложности 4 ядра ИИ, 13 древних книг и 3 инженерных исследования. Ну и там всякое по мелочи. Теперь локация полностью изучена, и можно отправляться в следующую, дозорный рубеж. Это горная цепь, окружающая кратер Арах. То место, где живет хозяин жуков. Интересных мест в локации нет, но зато есть множество лагерей охотников за наградой. Примерно вот таких. С некоторыми охотниками можно поговорить. Например, эта охотница поинтересуется, из-за чего я здесь. Получив ответ, что я здесь ради забавы, она назовет меня безумным. Ведь уже столько людей погибло, пытаясь побороть хозяина жуков. Ведь он сверхчеловек, у него армия жуков. Некоторые даже считают, что он избранный, чтобы очистить мир от людей. Можно сказать, что я именно тот, кто по-настоящему избранный. На что она ответит, что я уже четвертый избранный, которого навстречал за эту неделю. А вот еще одна охотница. Она расскажет, что уже начинает психовать. Потому что идея получить награду за хозяина жуков, ей казалась хорошей только когда она напилась грога. Но протрезвев, она начинает понимать, что это больше похоже на самоубийство. Спросив, что она слышала про хозяина жуков, она расскажет историю о том, что он в воплощении жучего бога, природившегося на этой земле, чтобы приблизить новую эпоху жуков, чтобы захватить мир. После этого предпочтет гробовое молчание. Наверное, такие разговоры еще сильнее нагоняют на нее страх. Но да ладно, больше в локации делать нечего. Так что она полностью изучена. И теперь можно уже самолично отправиться в зловещую локацию. Арах. Она является родиной хозяина жуков. Также это одна из самых опасных зонов Кенши, из-за частого появления кожаных пауков. Во все локации только два интересных места. Первое, это непонятная упавшая башня. Возможно, ее просто затопило. Ну а второе, это собственно дом хозяина жуков. Выглядит он как технолаба. На первом этаже мне встретили маленькие отряды кожаных и кровавых пауков. На втором этаже находится хозяин жуков. Внешне это мужчина раса зеленоземец. Характеристики у него прокачаны почти как мои, до 95 уровня. Брони никакой нет. Шансы у нас примерно равные. А учитывая, что пока я добирался до него, мне изрядно потрепали жуки, то шансов у него даже больше. Но мне повезло нанести два точных удара в грудь, из-за чего он потерял сознание. Оружие у него иноземная сабля модели Мэйта. Она мне нужна для моей коллекции. И вопреки всем слухам о несмертных богатствах, единственный сундук в здании забитый человеческими зубами. Однако среди них лежит подробная карта пепельных земель. По описанию которой можно узнать, что повелитель жуков действительно живет достаточно давно. И собирает свою армию пауков для великого похода в пепельные земли, чтобы сразиться с армией Катлона. На третьем этаже есть только пять пустых клеток. Локация полностью изучена. Так что можно возвращаться в свой форпост. Но перед этим я вернусь похвастаться о последний бой. Уже на входе в крепость меня аплодируют и советуют отправиться к Эссати за вознаграждение в 100 тысяч. В баре же ко мне подошли несколько шеков, не веря своим глазам. А тот парень грозившийся сразиться с хозяином жуков будет разочарован. Да и думаю все шеки в какой-то степени разочаровались. Ведь теперь у них нет возможности погибнуть от рук такой легендарной личности. Ладно, пора бы уже вернуться домой. Я кстати решил не сдавать его за вознаграждение, а построить клетку и заточить хозяина жуков. Будет своего рода украшение в моем форпосте. Также на крыше основного здания построю оружейный стенд, в котором буду хранить добытое оружие Мэйта. И на этом моменте я с вами попрощаюсь. Скоро выйдет новогоднее видео, а также следующая часть. Так что не забывайте подписываться. Субтитры создавал DimaTorzok